Ну, для супчика это очень легко сказано. Посмотри, какая красота! Что бы ты посоветовала, чтобы было такое суперсолянка? Чтобы все подали? Здравствуйте! И с вами Галина и Тамара Ржаксенские. Мы сегодня вас научим готовить блюда русской кухни. Сегодня у нас будет сборная мясная солянка. Это испокон веков русское блюдо. Прекрасное. Сама, знаешь, что я помню? Когда у тебя на столе всегда была старинная книга. Ее бабушка, по-моему, тебе еще подарила. Да, мне подарила моя свекра вот эту книгу. И я именно оттуда, вот эти все старинные рецепты, я вот оттуда черпаю. Как я запомнила все, что у вас есть в холодильнике мясного. Да. Поэтому всегда можно сделать вкусную солянку. Еще надо было... Я как помню, у нас всегда бабушка и дедушка делали очень вкусные огурцы соленые. Соленые, да. И вот этот вкус солянки, да? Да, вот именно в эту солянку должны быть такие вот настоящие соленые огурцы. Не вот маринованные, а соленые. Это, кстати, на заметку, да-да. Да. Обращайтесь к своим бабушкам, дедушкам, соседям на крайняк. У них всегда вкусные огурчики. И мне кажется, всегда, вот приходишь в гости из нашей солейнии, ты попробуешь и как-то шикарно, да? Ну ладно, начнем рассказывать, что нам понадобится для нашей солянки. Мам, расскажи, вот знаешь, многие хозяйки, подожди, извини, пожалуйста, делают из разного мяса. Да. Что бы ты посоветовала, чтобы было такое супер солянка, чтобы все падали? Ну, короче, для того, чтобы все падали, открывайте свой холодильник и смотрите. Там осталось две сардельки, одна сосиска, кусочек ветчины, кусочек вареного языка. Но, конечно, если уж очень изысканно, там почки, еще сердце, еще что-нибудь. Короче, все, что есть у вас в холодильнике, обязательно вам пригодится. Еще, я смотрю, ты уже приготовила каперсы. Обязательно они должны быть. Это неповторимый вкус они придают. Вот как мы уже говорили, огурчики. Огурчики, кстати, я недавно делала этот супер наваристый суп, можно так сказать. И мама говорит, огурчиков-то мало положила. Как вот рассчитать, сколько огурцов лучше? Лучше больше, чем меньше? Ну, не больше, потому что это же не должно быть там так много огурцов. Короче, вы должны посмотреть. Если у вас кастрюля такая вот на литра два, на три где-то, вам точно надо четыре огурца, не меньше. Именно вот эти бочкового засола. Мамуль, а зачем нам масливы? Ну, это уже надо класть в готовое блюдо, то есть... Для украшения. Да, вы очень... Не, не для украшения, это именно и для вкуса. В тарелочку, когда соляночка уже там лежит, вы штук семь кладете, лимончик сверху вообще. Ммм, да. Так, томатная паста нам еще нужна, репчатый лук, душистый перец. У нас есть язык, у нас есть ветчина, у нас есть сардельки. И смотрите, у нас есть вот грудинка телячая. Мы ее сейчас сварим, чтобы у нас было вареное мясо и был прекрасный бульон. Потому что нам бульон надо для того, чтобы мы, ну, разбавили все вот это, все наши мясные изделия вот этим именно бульоном. Ну, вообще, шедевр был. Так, сейчас мы займемся бульоном. Я пока буду ставить бульон, ты почисти, пожалуйста, огурчики. Почистить надо обязательно. Вот в этом тонкость тоже есть. То есть они должны быть изящные. Так, мы, короче, берем грудинку. Вот такую красивую. Кладем ее в кастрюльку. И заливаем холодной водой. Что я хочу сказать. Обязательно на сильном-сильном огне доводим до кипения. Вот только закипело, все это сливаем, моем мясо и кладем второй раз. Потому что очень важно вообще любое мясо. Надо обязательно на втором бульоне делать. Это очень важно. Так, Галюсь, как у тебя тут огурчики? О, молодец. Пока ты огурчики чистишь, я порежу луковицу. Мама, вообще крупно надо лук резать или мелко? Я всегда мелко, потому что не люблю, когда он не попадается крупный. Но дело в том, что пока оно будет здесь все тушиться, он, как говорится, свою форму полностью потеряет. И ты даже не поймешь, что там есть лук. Знаешь, как у многих иногда сверху как начнет плавать лук? Ну, я хочу сказать, что если ты здесь совсем мелко сделаешь, то тогда дело не в этом. А дело в том, что огурцы будут покрупнее, каперсы будут. И лук может быть такой, знаешь, перепережается. Ну, нормальные, обыкновенные кубики. Ага. Так, лук я порезала. У тебя остался последний огурчик. Молодец. Так, мы берем кастрюлю с двойным дном. И нам понадобится еще качественное подсолнечное масло. Мы берем олейну классическую. Между прочим, с наших родных просторов масло. Супер. Наливаем. Так. И кладем лук. Ой, видите, какая красотища. Галь, дай мне ложечку, пожалуйста, огурчику. Пожалуйста. Так. Галь, ты режешь, да? Да, я режу. Огурцы я уже уже... Короче, вот надо 2 минутки, чтобы лук стал чуть-чуть такой прозрачный. Так, ты уже почти снизила. Сейчас, 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 подожди. И еще хочу вам сказать такой секрет. Обязательно огурцы вот надо бросить после лука, чтобы они чуть-чуть, понимаете, как схватились, чтобы они крепенькие были. Не вот такая размазня такая, а именно, чтобы, можно сказать, не то, что хрустящие, но такие вот целиковые. Видите, с них сейчас испарится весь рассол, и они будут классные. Так, теперь берем, вот смотрите, каперсы. Не жалейте, не жалейте. Это такой вкус необыкновенный. Вот. Опять. Запах необыкновенный. Валюшка. А, да, правильно, чистишь и это все. А я кладу, надо, короче, 2, вот такие, сейчас я вам покажу, вот такие 2 ложечки томата. Самое главное, что томат, вы всегда должны это знать, его надо чуть-чуть пропассировать. Он отдает сладость, и вот этот необыкновенный оранжевый такой цвет и вкус бесподобный. Молодец, моя умничка. Что значит, мама делает все за 2 минуты, Галя делает за 20 минут. Но это называется опыт. Да, на самом деле опыт, правда. Так, пока у меня все это делается, я быстренько буду, Галя, я тебе помогу, я нарезу язык. Да, да, да. Я, мамочка, тебе скажу так, я готовила соляночку раз в 2 в своей жизни, а мама раз в 222, наверное, да, мам? Ну, да, особенно, знаете, это же такое блюдо очень популярно было, как говорится, в брежневские времена, да, то есть такое, было у людей какое-то такое состояние души и тела, что им хотелось именно вот такого вот мясного, горячего. Мам, говорят же, солянка очень хорошо для мужчин, особенно после мужских каких-нибудь гулянок. Да, гулянок. Ну, если честно, ее всегда в ресторанах заказывали после больших праздников, потому что, представляете, она ж наваристая, очень такой густой, ну, вообще, можно сказать. Вы будете золотой женой, золотой девушкой и лучшей невесткой, да, мам? Да, да, да. Это меня училась и до мамы. Хочешь покорить, накорми вкуснее. Да, мам? Ну, если честно, это правда. Вот знаете, так важно, чтобы ваш муж бежал домой, а не в ресторан, вот именно. Я вот таким, как говорится, методом и работаю. Мало того, понимаете, я еще все это осваивала, я еще свою секровь, свекра, я всегда старалась накормить, напоить, чтобы они вот прям от невестки были в убороке. Вот так оно и получилось. Всю жизнь меня пролюбили, и я их. Так, так, так. Так что, Галюся, учись. Да, да, учусь, учусь. Так, все, что мы нарезали, мы тоже сбрасываем сюда же, в кастрюльку. Так, у нас остался у тебя кусок ветчины, у меня еще кусочек языка добавим. Вы не представляете, какой запах. Я пытаюсь успеть за мамой, но она у меня молниеносная женщина. Это все с опытом, с годами. Так, сейчас мы сюда добавим бульон, который уже готов, и вареное мясо. Это обязательно. Так, оно у нас готово. Мы его вытаскиваем. Вот такая красота. И сейчас мы тоже его порежем и добавим в это же мясо, которое у нас уже пассируется. Так, пока, Галя, пока ты будешь резать, я добавлю сюда бульон, потому что уже оно должно быть с бульоном томиться. Так, я добавляю бульон. Так, и так, короче, весь бульон, который у нас есть, мы выливаем вот в эту кастрюльку, где все пассировалось. Мам, ну все, можно мяско мое порезать. Порезала. Отлично. Опускаем это все. И сколько варим все? Короче, варим 10 минут. На самом деле, оно, можно сказать, уже здесь все готово. О, маму еще лавровый лист. Лавровый лист, душистый перец. Какой красивый. Пару горошин душистого перца обязательно. Вот запах вообще. Посмотрите, какой красивый цвет. Какой вообще, ну, видите? Да. Это же вообще нет слов. Ну вот, мы все положили, что нам надо. Теперь мы просто добавляем соль. Вот много не солите, мало ли, каперсы соленые и огурцы. Попробуйте лучше тарелки достать. Закрываем крышечкой. Томим минут 5-7. Ну, дайте еще 10 минут просто настояться, чтобы вот этот вот... Красота. Да. Ну что, мам, как наш супчик? Ну, для супчика это очень легко сказано. Посмотри, какая красота. Наваристый, душистый, красивый, сытный. Нет слов. Так, сейчас мы, короче, накладываем, а ты будешь его красиво украшать. Да, получился он. Класс, да? Прям вообще бомба. Не то слово. Галюся, я кладу оливки, а ты кладешь сметанку и 2 ломтика лимончика. Да, я вот так кладу, правильно? В серединку. Вот прям в серединку, да. Одна ложечка или две? Ну, хочешь две положить. Две, то одна. Так, теперь мы возьмем. Я просто кладу? Да, да, да. Так прям аппетитненько, красивенько. Да. Все. Так, Гальф, ты возьми укропчика чуть-чуть. Ну и как она пахнет? Обалдеть! Хватит? Хватит. Ну вот, готовьте с нами кулинарный шедевр. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!